Девушки отдыхают Ваши демоны могут вас же по имени Как в итоге они настигнут вас и порвут их в хлам Я расскажу о нем, о ней, о ней и о нем Об этих бедолагах, о том, что с ними стало Вообще довольно грустно все закончилось Для них закончилось Размазанные по полу в этой сраной проклятой дыре Кишки наружу по полу волочатся Расчлененные и разорванные покойники Мертвые, мать их Мать их Хреново все закончилось Все хреново вышло Блин, это слабо сказано Они желали мне добра, но в жизни нет счастливых финалов Им хоть не надо с этим жить Потому что если кто здесь жертв, скажу вам честно Это я Это я Кстати, я Ник Уэст Отмотать к началу Расскажу вам, как все началось Так невинно Никто не понимал, как далеко все зашло Я правда хочу рассказать, как все случилось Послушайте, ручаясь Вы об этом не пожалеете Психиатрическая лечебница Блэк Уотер Не соваться Это Сэмми Сексуальная Сэмми Сладкая Сладкая девчонка Жутко красивая Нежная Развратная У нас крышу сорвет Оставим подробности Ей недолго осталось Так что они не важны В оставшего из ада видели? Думаю, вы их все видели Адскую месть и так далее Вы ведь поэтому сейчас это смотрите Но после всего, что там было Мы наткнулись на такое Жаль, я тогда отвлекся Не заметил Мог бы кое-что понять Клево Добро пожаловать в психушку Стараюсь, как могу Первое впечатление Сраная дыра И как тебе здесь? Кажется, уборщица взяла больничный Сдохла, сука Да Смерть, сука Коза тупая Нет, Сэмми не была доступной Но не дотрога ее не назовешь Будем трахаться Или по сторонам глазеть Пару рюмок Пару колес И у тебя много шансов На успех А ты романтичная, сучка Ну-ка Тут тебе подарок Лучше бы на молнии Посмотри Что это? Немного волшебства Кислота? Ник, ты что Не здесь? Да брось Рот открой, мать твою А то засунул нож в задницу Месяц сидеть не сможешь Он говорил Одна тебе Другая мне Ты такая красивая И порочная Зачем тебе такой придурок? Люблю шизиков Мне повезло, что ты их любишь Пошли Теперь здесь будет просто жесть Какого хрена? Что это? Ради этого мы и пришли Он настоящий? Мать твою, конечно настоящий Да знаю, знаю Это стул Делов-то, мать твою Но знаете, в жизни не все то, чем кажется Садись, ну Залезай Садись Да, я тебя привяжу Красивая Такая красивая Глубже, детка, глубже Маленькая развратница Сосала целую вечность Я тоже хочу Пусти меня Я буду маркизом А ты распутной рабыней Я трахну тебя в рот Потрясающая Ты такая красивая Такая красивая За миг до того, как все изменилось До того, как жизнь меня поимела И растоптала остатки моего сердца Как ни назови, его вырвали Раздавили Оно умерло И вдруг, бам Все стало странно Вставай Детка Детка В жопу Все стало странно Как в тумане Словно кошмарный сон Как бред Обрывки воспоминаний Одни осколки ой Словно кошмарный Словно кошмарный Дер Rub aspет И что ни потом Может быть До следующей Словно кошмарный И холом В тремя Изв��ler Чтобы Словно кошмарный Изв British Какой Мик! Лайс Дю Тотт Мэтт Берри Дэвид Ганн Луис Гриффикс Художник-постановщик Нейл Дженкинс Оператор Оля Брэд Бёркленд Композиторы Зоя Киттинг, Мартин Грех и Морти Кис Авторы сценария Адам Мэйсон и Саймон Бойс Сэмми! Продюсеры Патрик Кивальд, Надя Брэнд, Эрик Брейтман Исполнительный продюсер Стивен Пол Режиссер Адам Мэссон Кровь, мои руки в крови, одежда в крови Сэмми пропала, а я среди всего этого безумно кричу про какой-то стул В итоге Бессрочное лечение Психушки И знаете что? Я не Куэст Невменяемый преступник Без вопросов Местные колеса, кислота по сравнению с ними витамины Бросьте наркоту, детки Просто глотайте лекарства Привет, я не Куэст, я на колесах Очень приятно Четыре года я здесь Четыре года колеса всякой дряни Мне не верят и я гнию в палате Ник? Мы не видели, значит этого не может быть Если бы так Если бы я свихнулся, но стало бы в городе одним психом меньше И вы спали бы спокойно Но мы знаем, что это неправда Правда в том, что вы все в опасности Когда сидишь в клетке, кажется, что ты один, тебя забыли Но нет Оказалось, он за мной следил, дергал за ниточки и однажды повернул ключ Нажал на кнопку, дверь открылась и мир хлынул внутрь Илья наружу Институт психиатрии Хилтон Ник, как ты себя чувствуешь? Неплохо Кажется, я здоров А головная боль? То есть, то нет А твои рассказы в полиции? Что ты о них думаешь? Я узнал, что это реакция сознания на стресс Ложные воспоминания И фантазии не редкость при психической травме В чем, по-твоему, была травма? Я знаю, что виновен Другого объяснения нет Я просто не помню, что случилось Совсем? Это тебя беспокоит? Конечно Обвинение в убийстве снято Он был примерным пациентом Ни единого нарушения Вы ведь не думаете, что он опасен? Для других нет Но для себя вполне возможно У него серьезные галлюцинации Всего одна Четыре года назад И все Мне это не нравится Он сказал Я не прошу отпустить его во своей оси Я о нем позабочусь И мы узнаем Что случилось с Эмми О ее семье подумайте Они имеют право знать Ведь так? И вы все цело отвечаете за последствия? Просто скажите, где расписаться Распишите здесь Свободен Плевать, что тебя считают убийцей «Менурий» «Менурий» «Самик» «Менурий» Скрыть «Менурий» Главный вход – выписка пациентов Ник Уэст? Они меня недооценивают Только одного прислали Сэр, я вас отвезу На автобусе доеду Здесь автобусы не ходят Послушайте, сэр, не упрямьтесь Просто садитесь в машину Вот и всё Меня нет Куда мы едем? Кое-кто вас ждёт, сэр КОНЕЦ Чёртовы плоскодонки Здравствуй, Кембридж Мы на месте, сэр Постучитесь и входите Доктор вас ждёт Какой доктор? Доктор Уиллард, сэр Входите Зарастуйте, Гэндальф Шлюха Он же педофил, не знал? Мелисса, не оставишь нас Мне нужно кое-что обсудить с мистером Уэстом Боится оставлять меня с вами одного Глупышка Зачем я здесь? Прекрасно Вас выписали, но при одном условии Что за условия? Я пишу книгу И что, машинистка нужна? Нет Нет, нет Мне нужна тема Вы, мистер Уэст Хотите написать про меня книгу? Вот именно Ваша история даёт мне уникальную возможность Я хочу изучить вас Ваш психический срыв Там, где он произошёл Всё об этом В каком смысле? Лечебница Блэк Уотер Вы поедете со мной Всё уже улажено Мой издатель пришёл в полнейший восторг От такой возможности Вы не знаете, что творите Я не могу туда вернуться Боюсь, что можете Если Не хотите назад в больницу Это шантаж Да Нет, нет Я просто прошу Несколько дней Вашего времени А взамен отвечу на вопросы Которые мучают вас День за днём Разве это так много? А, точно вовремя Ник Уэст Это Рэйчел Фауэлс Первое впечатление Трахни меня Новое задание Сорвите долбаные шмотки Встал впервые За четыре года Рада познакомиться, Ник Рэйчел Одна из лучших Среди студентов Психологов Она поможет В исследовании Ник Так здорово, что ты нам помогаешь Для кого здорово? Брэд, похоже, опаздывает Чёрт Простите, опоздал Первое впечатление Да Гляньте на Вегус Анонист Явно анонист Брэд Уилсон Как дела? Брэд, это Ник Ник? Ник Уэст Да У нас в школе был Ник Уэст Но, кажется, это не ты Брэд Прекрати Что? Это же смешно Ну, брось Не груби Где твоё чувство юмора? Ему пришлось не сладкое Да что ты Доктор Уэллор Ну, довольно Мелисса Ждёт снаружи в машине Идёмте Ой, ребята Это такой бред Как дурацкий мультик Пять часов пейзажей И высокообразованной хрени Искусство, театр, крикет Морковный пирог Дом вам Франции И всё Что для меня сроду ничего не значило Они сами-то себя слышат? Банальный трёп Плывёт по воздуху Как испарение фекалий в морозный день Такая кучка никчёмных задниц Частные школы Правильные, богатенькие предки Всю жизнь жрали на серебре Чистенькие, идеально Пустышка Тупой клоун Бедненький я И Гэндальф Ник Всё в порядке? Конечно нет Большие сиськи Да Это проще, чем кажется Приходи, когда будешь готов Боже Впечатляет Впечатляет Под ноги смотрите Да что ты Похоже, горничная умерла Что? Воспоминания навалились как в бреду Голова закружилась Я начал потеть, думал, стошнит Настоящее мать его приключения, только мне не до смеха Классика У него флешбеки Может, нужно идти за ним? В камере есть плёнка Доктор Уиллард, нужно идти за ним, фиксировать реакцию Оставьте его Скажите мне, Уиллард Я один слегка беспокоен, явившись на место убийства с убийцей Доктор Уиллард Изд tweet Доктор Уиллард Придент Он Андрю c'era Он Уиллард Он 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 Boom Он Ник, здесь много воспоминаний. Вроде того. Можешь поговорить со мной. Расскажи, что случилось. Я уже не знаю. Ничего страшного. Идем, вернемся к остальным. А теперь предлагаю поесть и обсудить причины нашего приезда. Мелисса, сможешь организовать еду? Принесу корзину из машины. Идем, я покажу вам с Рэйчел комнату наверху. Ник, извините. Подождите, пожалуйста, здесь. Черт, что это? Предположительно, здесь произошел инцидент. В худшие моменты он заявлял, что это забрало его подружку. Так тебе известно, зачем мы здесь? Только то, что он мне говорит. А про меня что рассказал? Это не нужно. Я знаю, что ты такое. Так я, по-твоему, убийца? Этого я не говорила. На твоем месте я бы держался от меня подальше. Доктор Уиллард не подверг бы меня опасности. Уже подверг. Подержи-ка. Что ты делаешь? Сажусь. Что не похоже? Брэд. Мистер Уилсон, встаньте. Это не игрушка. Уверен, он безопасен. Брэд. Брэд, доктор Уиллард. Брэд, Брэд, Брэд. Брэд, Брэд. Господи, Брэд, ты идиот. Мистер Уилсон, меня утомили ваши глупости. Быстро встаньте со стула. Не смешно. Мистер Уилсон, может быть, вы направите энергию на установку освещения? Брэд, Брэд. Пора вырасти. Брэд, Брэд. Недолго ему смеяться. Я и подумать не мог, что проведу еще ночь в этом месте. Но день быстро сменился ночью, и куда я мог деться? Я был как пес на поводке жестокого хозяина. Ещё один. Пальцы скрести, кусок дерьма. Я не боялся темноты. Гораздо больше я боялся света. Я не хотел видеть того, что случится. Если ты не видишь угрозы, может, и она тебя не видит. У нас есть свет. Держи. Не благодарите меня все сразу. Молодец, брат. Где доктор Уиллард? Понятия не имею. Будете? Может, нам стоит подождать доктора? Зачем? Он что, бармен? Ты будешь? Я знал, что будет. Я не мог расслабляться. Не будь он дураком поступил так же. Хуже всего быть под датом, когда начнется ужас. А он начнется. Да брось, чувак. На улице просто мороз. С лекарствами не сочетается. Мистер Уилсон, спасибо за свет. Чудесно. Теперь мы друг друга видим. Поздоровайтесь с долбанным Гендальфом. Ужин подан. Простите, что скромный. Ну, Уиллард, каковы наши планы на вечер? Дискотека? Партия в карты? Вообще-то я надеялась, что доктор Уиллард расскажет нам про это место. Сейчас мы с вами на кухне института Блэк Уотер. Брэд, это нужно снимать. В 50-е здесь был институт психиатрической терапии своего рода. Лечебница. Да, лечебное заведение. Им заведовал ученый по фамилии Блэк Уотер. Он был великим мыслителем, новатором. Он поднял изучение человеческого разума на совершенно новые высоты познания. Похоже, мировой был парень. Нет, нет, он был какое-то время. Подробности не ясны, но очевидно, что однажды, я бы сказал, в 58-м, 59-м, научный мир, где он играл столь важную роль, ополчился на него. Полагаю, он отказался мыслить современно и поплатился за это. Непринимаемый более всерьез Блэк Уотер заперся в лечебнице вместе с пациентами, каждый из которых страдал от серьезных психических расстройств. Его исследования никогда не публиковали в серьезных журналах. Когда в 63-м власти закрыли лечебницу, от него осталась одна только тень. Страдал не меньше последнего из своих несчастных пациентов. А я здесь при чем? Технически, история этого места просто случайность. Важно то, что ваша история началась здесь. Привезти вас сюда, чтобы изучить реакции вашего сознания вот ключевой аспект моего исследования. Мы начнем завтра. Будем задавать вопросы, вы расскажете, что чувствуете. Я не слушал. Просто таращился в темноту и думал, что она скрывает. Нужно было убираться. Я задыхался. Извините. Я посмотрю, как он. Я думал покончить с этим. Честно говоря, так лучше для всех. В конечном счете, так и есть. Я помер, они уехали. Но я не из таких, и я на это просто не способен. Вот ты где. Все в порядке? Я не должен был приезжать. Я столько лет пытался это пережить. Мне опасно здесь быть. Если ты правда хочешь уйти, уверена, все поймут. Может быть, терапия совсем не повредит. Там в лечебнице? Нет. Здесь, с доктором Уиллардом. Все, что ты видел, кажется, что это правда. Как все галлюцинации. Все истории одинаковы, Ник. Истории. Рассудок по какой-то причине их создает. Тогда правда еще страшнее, разве нет? Когда мы начнем исследование, правда выйдет наружу. И ты сможешь оставить это в прошлом. Я убил женщину, и даже не помню этого. Таким людям мало кто сочувствует. Друзья и родные от тебя отрекаются, не хотят тебя знать. Каждый день в лечебнице я пытаюсь собрать происшедшее по кускам. И каждый день нахожу один ответ. Они считают... Я там потому, что они так считают, что я псих. Я просто не могу найти ответ. В темноте. Я должен уйти. Нет, стой. Останься на одну ночь. Я покажу тебе кое-что. И если завтра ты будешь сомневаться, можешь уйти, пока все спят. Я ни слова не скажу. О чем ты? Есть идея. Прости, Уиллард. Да уж, мистер Уилсон. А тут уютно. Я старалась. И где ваш приятель Ник? Полагаю, пошел прогуляться. А Рэйчел? Видимо, составила ему компанию. Это не опасно? Нет, конечно. Я ему не доверяю. Я тоже от него мороз по коже. Долгий был день. Думаю, мне пора спать. Я провожу. Спасибо, Мелисса. Доброй ночи, Брэд. Доброй ночи, Уиллард. Вот видите, доктор Уиллард, вы себя так угробите. Глупости, дорогая. Я свеж, как огурчик. Позовите меня, если что. Ты все взяла, что я просил? Да. А не в моей... Ник. Я хотел поговорить с глаза на глаз, если вы не против. А где Рэйчел? Спит. Не верите? Пойдите, посмотрите. Я ничего не говорю. Доктор Уиллард, я постараюсь приготовить вам комнату. Спасибо. Остальным я кое-что не сказал. Но ты, полагаю, должен знать. Идем со мной. Я был не вполне честен с остальными. Моя книга не о тебе, а скорее о том, что случилось. Недавно ко мне попал личный дневник Блэк Уоттера. Подробный журнал большинства его медицинских опытов. Не самое приятное чтение. Блэк Уоттер ставил на своих пациентах, узниках, лечебнице, самые невероятные опыты. В 50-х лечение душевнобольных было не очень гуманным. Но Блэк Уоттер вывел свои исследования на иной уровень греховности, жестокости. Большая часть работы велась в подвале. Вот где творился настоящий ужас. Ученый мир отверг его за попытку предположить существование человеческой души. Зачем вы мне это рассказываете? Потому что в дневнике не только это. Цель экспериментов связана с устройством, которое, как вы говорите, забрало Сэмми. Эта штука не забирала Сэмми. Теперь я знаю. Это в моей голове. Рэйчел сказала. Мистер Уэст, Рэйчел – студентка. Хорошая, но не специалист. Я меньше вашего уверен, что вы виновны. Блэк Уоттер заявил, что устройство, над которым он работал, та штука наверху, была порталом в иные пределы, туда, где душа отделяется от тела. И вы в это верите? Я верю, что это возможно. Это место пронизано злом. Я чую его за каждым углом. Возможно, то, что убило Сэмми, до сих пор рыщет в самых темных углах лечебницы. И по-вашему, я не псих? Нет, мистер Уэст. Но пока во всем мире только мы с вами в это верим. Только мы. Доктор, не знаю, чем я могу быть вам полезен. Знаете, почему? Это были просто галлюцинации. Не думаю. Когда имеешь дело с сознанием, ты ни в чем не уверен. То, что случилось с вами четыре года назад, просто одно из несчастья, произошедших здесь за многие годы. Все это у меня в голове. Я знаю, в голове. Так должно быть. Так должно быть. Вы уверены? Я ищу ответы на вопрос, который никто в моей профессии даже задать не смеет. Что, если безумец не безумен? Что, если его слова правда? И теперь, когда мы здесь, я могу как-то действовать. Четыре года мне твердили, что я псих. Что я все придумал, а теперь вы говорите, что это правда. Да, мистер Уэст. Вы еще больший псих. Все на своих местах. Брэд и Рэйчел меня контролируют, хотя не знают об этом. Их сдерживает наука, они бы ни за что не поверили в эту теорию. Они важная часть исследования, даже больше, чем вы. Итак, вы мне поможете? мистер Уэст? Это я не знаю. Тогда хорошенько обдумайте. Чего хотите вы? Если дневник точен, люди с большей мотивацией и силой воли, чем у вас, лишились жизни в этом месте. вот так все, что ты, казалось, знал, перевернуто с ног на голову. и все не те, кем кажутся. Они слишком быстро уснули. Они не представляли. Такие наивные, невинные, такие, мать их, тупые. идем. Ну, началось. Девушка со своим планом на шаг отпученный и быстро тонет. Идем. Это глупо. Ты не знаешь, что делаешь. Ник, все будет хорошо. Рэйчел, пожалуйста, не надо. Здесь опасно. Абсолютно безопасно. Я тебе докажу. Рэйчел, пожалуйста, нет. Ник, я пойду, сяду на стул и ничего не случится. Вот увидишь. Нет. Ник, все будет в порядке. Но Уиллард... Причем здесь доктор Уиллард? Он сказал, я хочу тебе верить, но... Ник, ну, посмотри на него. Это стул. Бретт на нем сидел и ничего. Он, конечно, кретин, но это с рождения. Рэйчел, не садись туда. Ей стоило меня послушать. Им всем стоило. Но они так увлечены своей идеей, сидящей внутри ученого самолюбия, которому неведомо то, что знаю я. Вот видишь, ничего страшного. Знаменитые последние слова. Это стул, только и всего. Чего ты так боишься? Ты не видела того, что видел я. Ты не знаешь, с чем связалась. Но что здесь непонятного? Ник, разве ты не видишь? Ты все это выдумал. Нет! Рэйчел! Рэйчел! Мать твою, я же предупреждал! Предупреждал! Уиллор! Уиллор! Ты меня не слушала. Господи! Господи! Я предупреждал! Предупреждал! Уиллор! 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 Исчезла. Вот так. Точно как Сэмми. Доктор Уиллор! Что? В чем дело? Все сначала. Рэйчел, она исчезла. Он ее забрал. НИК! 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 Рэйчел! Рэйчел! Помоги, Рэйчел! Рэйчел, помоги мне! НИК! Рэйчел! 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 Вряд ли кого удивит, что я снова был виноват. Как бы понятно, почему. Так ты думаешь, ее, как и Сэмми, всосала машину? Погодите, тайм-аут. Не знаю, может быть. Она пыталась помочь. Я слышал голоса. Уиллер, ты тут крэк не раздавал? Полагаю, ты можешь иначе объяснить случившееся. Я бы сказала, он пациент психиатрической лечебницы. В камере пыток. С тем оружием, которым он убил ту девушку. Думаешь, я это сделал? Ну, а разве не ты тот психопат? Проявите уважение к пациенту. Безосновательные обвинения его расстраивают. Безосновательный бред. Довольно. Ник. Ник. Рэйчел, помоги. Ник. Рэйчел, помоги. Помоги мне. Рэйчел, помоги. Ник. Помоги, Рэйчел. 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 Ник. Рэйчел. Рэйчел. Ник. Рэйчел. Рэйчел. Рэйчел! Помоги! Ник! Помоги! Рэйчел! Ник! Рэйчел! Ник! Рэйчел! 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 Я иду туда. Я должен её вернуть. Да, и мы об этом подумали. Да, верни её, и всё в порядке. Последний раз говорю, замолчите оба. Вы оба не в состоянии осознать то, что здесь происходит. Ник, положим, ты пройдёшь. Но нет гарантии, что ты вернёшься. Неизвестно, что ждёт тебя там. Нельзя плохо говорить о людях, но что за чёртов трус? Полна комната, больших шишек и крутых парней, никто не хочет действовать. Пора старнее Никуэсту браться за дело. Что б там ни было, Рэйчел в это влипло. Я иду. Нет, стой. Подожди. Рэйчел лучше не станет, если вы не сможете вернуться. Тогда что делать? Дневник Блэк Уотера. Там должно быть хоть что-то. Он создал эту штуку, он один знает, как она работает. Где дневник? В моей комнате. Идём. Ладно, старик, поступим по-твоему. Но у нас мало времени. Ставлю двадцатку, следующим исчезнет старик. Думаешь, это Ник? Конечно, дураку понятно. Он психопат. Доктор Уиллер так не считает. Доктор Уиллер набит дерьмом похлеще Ника. Брэд, мне страшно. Не бойся. Что это? Не знаю, какая разница. Подожди. Кажется, это стул. Блин, и ты туда же. Бога ради, это же стул. Я сидел на нём, и ничего не случилось. Враньё. Всё это просто враньё. Ты на нём сидел? Да. Покажи. Что? Покажи. Пожалуйста. Потом продолжим с того же места. У меня уже встал. Видишь? Ничего. Брэд? Да. Как ты думаешь, это зачем? Не знаю. Не знаю. Нашли что-нибудь? У нас нет на это времени. Я читаю максимально быстро. Фрагменты текста повреждены. Нельзя же построить такую машину и не записать, как выбраться. Ради Рэйчел будем надеяться, что нет. Чёрт. Рэйчел. 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 Привет. Алло. Привет, мрэчок. Лошадь. Что за фигня тут происходит? Заткнись, Брэд. Здесь ещё что-то есть. Где? В шкафу? Нет, идиот. В этом месте. Оно как будто... Не знаю. Кажется, ему нужна я. Тогда нам нужно разделиться. Подозреваю, что оно и тобой интересуется. Ник был прав. И где доктор Уиллард, когда тебе нужна помощь? Быстрее, старик. Тебе нужна помощь или нет? Доктор Уиллард, она забрала Брэда. Эта штука. Что? Он сел на стул, хотел показать, что это не опасно. Я знаю. Он исчез. Я не верила, но ты был прав. Это безумие. Глупец. Я же просил проявлять уважение к тому, что он не понимает. Хватит с меня долбанной мелодрамы. Что нам делать? Не знаю, но мы тут тратим время. Я пошёл. Ник. Я пройду. Ник. Ник, это безумие. Самоубийство. У меня нет выбора. Я не спас Сэмми. Надо было идти за ней. Я не повторю ошибки. Прощай. Попав туда, ты, скорее всего, уже не вернёшься. К чему не вернусь? Сюда? В лечебницу. Всё, что мне дорого, там. Тогда мне больше нечего сказать. Берегите себя, профессор. Это было познавательно. Что ж, дорогая. Всё было проще, чем мы представляли. Глупцы. Не ожидали, а? Рэйчел. 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 Скорее, там дверь. Попробуй открыть, быстрее. Чёрт, не могу. Она заперта. Что? Не могу, я пытаюсь. Рэйчел, за дверью может быть что угодно. Брэд, не говори глупостей. Отсюда нужно выбираться. Открой чёртову дверь. Мать тебя, руку порезал. Боже. Брэд, зажми её чем-нибудь. Не могу. Смотри, какая глубокая. Рэйчел, беги. Рэйчел. 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 Кто это? Ник. А, убийца психопат? Идиот хренов. Видел демона и всё равно обвиняет меня. Некоторые просто напрашиваются на неприятности. Рэйчел. Ну и зачем это? Где Рэйчел? Кто? Где Рэйчел? Рэйчел. Туда пошла. А может, туда, засранец. Значит, книга тебя защитит? Рэйчел. Вот именно. Давай посмотрим. Сколько крови нужно демону? Много. Доктор Уэллард. Прости, но демон должен насытиться. Это я. Ник. Ты цела? Она убила Бретта. Что убила Бретта? Она его убила. Что убила? Пожалуйста, спаси меня. Пожалуйста. Пожалуйста. Я тебя отсюда вытащу. Обещаю. Ты готова? Пошли. Стой. Оно идет. И наконец мы встретились. Я и мой демон. Лицом к лицу. Глаза в глаза. Я его не вижу. Нужно бежать. Кровь. Это кровь. Кровь. Я же хотел содрать с нее одежду. Вот если бы и сиськи достать. Я же хотел содрать с нее одежду. Грин. Я не я. Я и CI Кровь. Я не могу. Ты готова? Я не могу. Благодаря тебе. Нам есть чем гордиться. Благодаря тебе. 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 Демон Это не настоящее Нет Рэйчел Отойди от него Ник, послушай меня Ничего этого нет Ник, убей его Всё в своё время, детка Я люблю тебя Отпусти её сейчас же Прошу Я люблю тебя Я люблю тебя Рэйчел Беги 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 Господи Господи Беги Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Ты сучка Просто дешевая сучка Ты сучка Мне нужно вопить и умолять Ты же шлюха Раздвинь ноги Раздвинь ноги Раздвигай свои сраные ноги Ты никчемная, дешевая, надушенная сучка И слабая Моя мама говорила, слабые Вечно пытаются развратить сильных А я сильный Перестегнись, сучка Сейчас будет больно Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Рейчел! 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 Рейчел, где ты? Сэмми? 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 Сэмми! 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 Прости! Прости, я не хотел! Сэмми! Они все мертвы! Мы одни, Сэмми! Это я! Ты такая красивая! Это я! Рейчел! Ты такая красивая! Я Рейчел! Сэмми! Только ты и я! Сэмми! Сэмми! Все хорошо! Все хорошо! Не бойся! Сэмми! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что, немного развлеклись, а? Только никому не говори, ладно? Зуб даю, нам никто не поверит Ты точно хочешь забежать к психопатам? Я люблю тебя Начнем сходить с ума Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!